Вы помните, что этот документ держался в секрете? Потом мы обещали, что после того, как его опубликуют, то будут устроены дебаты, будут разговоры, консультации. Что-то я никаких консультаций нигде ни с кем не видел. Они еле-еле его опубликовали. Для того, чтобы кто хочет, мог прочитать эти 400 страниц, сколько их там. Но теперь они быстро его собираются ратифицировать. Подписать и ратифицировать им это очень горит. В самой стране ни с бизнесменами, ни с сельскохозпроизводителями, ни с Приднестровьем никто еще никакую работу не проводит и не объясняет, какие все-таки реально будут плюсы и минусы этого договора. Российская Федерация уже несколько раз обратила внимание, что это будет иметь отрицательный эффект на наши отношения. Вместо того, чтобы после первого же сигнала, вот когда они первый раз это сказали, я уже не говорю про заявление Рогозина, тут же сесть в самолет или поезд, теперь самолетом в Москву будет сложно. Для молдавской делегации. После выходки с Рогозинами будет очень сложно. Есть риск остаться где-то в том пространстве. Шутка, шутка, а я думаю, что Россия не оставит ни для Украины, ни для Молдавии, ни для Румынии эту историю просто так. Я имею в виду для правительственных делегаций, просто никто и не рискнет. А так, в общем-то, воздушный путь закрыт и надолго для наших правительственных делегаций. Вместо того, чтобы тогда тут же начать переговоры с Москвой и сказать, мы вас услышали, а можно более детально. Почему вы считаете, в каких направлениях, а что именно? Вы слышали хоть раз о молдавских переговорах на эту тему с Москвой? А почему нет? В 2008 году, когда Европейский Союз затеял это восточное партнерство, после того, как практически с всеми странами Евросоюза мы провели тогда беседу, чтобы понять, что они имеют в виду, куда это может привести, мы тут же, публично, не скрываясь, организовали консультации с Россией, для того, чтобы узнать их точку зрения, потому что это затрагивает общий интерес. Конечно, мы говорили и с Украиной тогда, но и с Россией, потому что именно вокруг России тогда странным образом вырисовывалась эта цепь, и лично для меня было очевидно, если Россия будет против, ничего из этой оперы хорошего не получится. Тут либо сотрудничаем, либо деремся. А если Россия собирается драться, собирается драться, какой тут будет результат? Результат мы, кстати, сегодня видим по всему периметру этого восточного партнерства. Так же самое и с этим договором. Вместо того, чтобы услышать и начать обсуждение, я не вижу никакого секрета из этого, и что тут плохого, мы продолжаем делать вид, что это для нас не важно. Теперь Рогозин говорит открытым текстом, что это будет для нас означать, и какие потери. Опять ноль реакции. Вместо этого мы притворяемся, говорить, что это неофициальная точка зрения. Вы что, ребят, хотите, когда уже будут опубликованы и начнут действовать список новых правил, вы тогда только поверите, что это официальная точка зрения? Ну, просто ни в какие ворота.